Знакомьтесь, Анастасия Семянева, телеведущая, которая знает толк в кулинарии. Именно к ней обратилась за помощью известный ресторатор Лариса Невидайло. Создание локальной авторской кухни – главная цель команды ресторанной компании «Максим». И вот настал момент, когда необходимо найти его. Рецепт уникального блюда, который станет визитной карточкой нашего города и даже региона. Для этого Анастасия отправится в самые отдаленные уголки Тюменской области и найдет рецепт настоящего сибирского блюда. Итак, мы приехали в деревню Якуши. Вообще, их существует аж три населенных пункта. Где конкретно мы? Может быть, в Псковской области? Ну, конечно же, нет. Может быть, в Белоруссии? Хотелось бы, но нет. Мы, естественно, в Тюмени. Я думаю, наши Якуши ничем не хуже. Поэтому погнали знакомиться. Это Якуши – деревня в Тюменском районе, которая расположилась на правом берегу Туры и находится примерно в 40 минутах езды от Тюмени. Красивая природа, большое количество водоемов делают эту местность весьма привлекательной для бизнесменов. И вблизи деревни размещаются базы отдыха и красивые парки, где могут отдохнуть жители и гости нашей огромной области. В Якушах проживает чуть больше 800 человек. Деревня многонациональная, но основная часть населения – татары. А вот и мечеть. Ей уже больше 20 лет. Проект культового сооружения был разработан архитекторами из Саудовской Аравии. Кстати, Якушинская мечеть стала десятой мечетью, возведенной в Тюменской области. Ну что, с деревней немного познакомились. Отправляемся к семье москвиных. Именно они будут нас сегодня удивлять новым блюдом. А вот и глава семейства Александр. Наша семья москвиных проживает в деревне Якуши Чикчинского Мэо Кюменского района. С участок небольшой, небольшой огород. Садим зелень, овощи. Баню начали строить в прошлом году. Планируем к Новому году уже попариться в своей собственной баньке. В свое время решил строить баню и начал юзать по интернет страничкам всяким разным и смотреть видеоуроки. Там все можно найти. Как залить фундамент, какой брус выбрать, как сделать крышу. Спасибо, Александр. А как дела у вашей супруги? Жанна, нам не терпится с вами поболтать. Я люблю вязать. Люблю готовить, вязать. Но вязать, конечно, больше. Готовка – это повседневное, а вязание – это для души. Вот у наших друзей недавно новоселье было. Я им готовлю вот такой подарочек. От дна и вот до сюда пару часов. Ну и дно там не засекало. Когда как. Под хороший сериальчик здорово и быстро. А еще Жанна – чемпион семьи по рыбалке. За ней всегда лучший улов. Че поймали? Чебачок маленький. Сколько потребовалось времени? Ну, минут 10. Москвины – семья большая. Из шести человек. Самые юные – привет. Ратвей. Марсель. Ариана. Марсель. Я увлекаюсь кикбоксингом. Также обожаю заниматься кикбоксом. Ну, любимые предметы – это математика. Я люблю гулять. Мы двойняшки. Он на пять минут меня старше. Ай, сильно хотел увидеть жизнь. И он, наоборот, ленился. Какое блюдо нас ждет в Якушах? Впервые за всю историю проекта Настя готовит с мужчиной. Александр, удивите нас. Итак, сегодня у нас должен быть поистине волшебный, необычный выпуск. Ибо готовим мы сегодня впервые на настоящей кухне с настоящим мужчиной. Александр, что мы будем готовить? Блюдо называется тельное. Готовят его из фарша белой рыбы. В нашем случае это судак. И фаршируют лесными грибами. Рыбу просто фаршируют? Нет. А что? Фарш. Фарш фаршируют? Фарш. Фаршируют фарш фаршем. Масло маслом. Фарш фаршем. Из судака. Из филе судака. Мы делаем фарш. А из фарша? И фарш в этот заворачиваем. Грибной фарш. Угу. Да. Только жареный фарш грибной. А блюдо у нас в итоге наименование какое? Тельное. Тельное блюдо. Тельное. А почему тельное? Да, вопрос? Потому что готовится из тела рыбы. Все, все, как-то сложно. Ну, в моем-то понимании, это все-таки у нас рулет, котлеты. Это котлета. Вот, вот, вот она истина. Ну, не просто котлета. А тельная котлета. Нет, не тельная. Блюдо называется тельное, потому что готовится из тела рыбы. Угу. Не из требухи, не из головы, а из тела. Угу. Вот. Все, у нас тельная котлета из тела рыбы с грибами. Так? Да. Есть. Как мы его будем готовить? Что, что, что мне вот, допустим, чем мне вам помочь? Я займусь рыбой. Угу. Вы, Анастасия, лук мелко кубиком порежьте. Это нам нужно будет для начинки грибной. Все, отлично. Я сразу сделаю небольшую ремарочку. Мою любовь некогда к котлетам. Не пугайте. Это не для вас. Это для рыбы. У настоящего мужчины ножи всегда должны быть острые. Мою некогда любовь к котлетам рыбным отбили еще в школьной столовой. После этого я вообще не переношу рыбные котлеты и никогда в жизни их не готовила. Поэтому сегодня у меня как минимум дебют с котлетами рыбными. Надеюсь, вы в этом более опытны, нежели чем я. Так, а впервые слышу о таком заморском блюде, как котлеты тельные с грибами. Откуда вы его узнали, познали, попробовали? Его литературное название я сам недавно узнал. А вообще готовим, потому что мы из Сывалват Тюменской области. Слышали, да, о таком? Ну, да. А это край рыбаков и охотников. Ну, и, соответственно, что мой отец, что отец моей жены, они рыбачат. Не вот сети, удочки, неважно что. Потому что рыба – это основной корм для человека. А то есть вы тоже рыбак потомственный? Ну, потомственный – нет. Я уже любитель, я уже не профессионал. Ну, на генном уровне-то передалось? Передалось, конечно. И также отец научил меня чистить рыбу, ловить ее, какие снасти использовать. Соответственно, рыба всегда в ходу. Особенно на зиму много рыбы заготавливали. И из крупной щуки, из крупного судака делали фарш. С луком я закончила. Так, нужно порезать грибы, которые у нас на столе. Вот, давайте. Так, а грибы насколько мелко нужно нарезать? Мельчить не надо. Ножку отделяем от шляпки и у такого большого шляпку пополам режем. Кстати говоря, грибы я собирала не сама, а вот рыбу меня научили ловить. Итак, сегодня в меню рыбные котлеты, для которых, ну, естественно, необходима рыба. Дома она, к сожалению, не водится. Соответственно, мы пошли на ближайший водоем, и я присоединилась к семейной рыбалке. И сегодня меня научат ловить рыбу. Итак, мы приступили к ловле рыбы, охоте на рыбу. Охота. Охота на рыбу. Охота на рыбу. Что нужно делать, Александр? В простом роде рыбалка. Охота на рыбу. А! Топ! Где она? Да ничего не понять. Непонятно. 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 Неужели оторвалась? А то, если ты вот так вот быстро, ты так быстро рыба должна среагировать? Конечно. Так она же думает, что рыбка-то вторая раненая, она не может так быстро плыть раненая-то. Это получается что, рыбы глупые? Рыбы очень. У них основное... Размножение и пища. Все понятно. Дискриминация рыб. Так, ну что? Последняя надежда на что-то... О! Тяжело пошло! Во что-то уперлося! Ну-ка! Прям тяжко не вы этого... Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Нет, легенько. О! Поймала! О! Вот это улов! Видали? Сейчас как... Как... Наделаем котлет из мини! Ха-ха-ха! Нет, ну что-то легко идет. Просто порожняком кинули. Рыбы нет. Рыбы нет? А что мы приехали? А рыба утром была, я наладил вот так. А, так у вас дома есть рыба? Естественно. Пошли тогда домой. Что вы сюда тогда приехали? Пошли готовить! Ну, покромность-то стоила. Так, так, лук я порезала, грибы отвариваются. Что дальше по действию? Батон, Настя. А, я батон забыла, да. Батон забыла, сливками, конечно. Я занимаюсь фаршем. Сейчас буду месить его, замешивать. И в процессе добавлю свой секретный ингредиент, о котором говорил. Или не говорил. Вы не говорили, что у вас будет секретный ингредиент. Ну, потому что он секретный, поэтому не говорил. Это очень интересно. Меня интересует фарш. Какую рыбу можно использовать помимо судака? Помимо судака. Можно использовать леща, можно использовать щуку. Вот, и это из речных. Белая рыба. Так, если мы берем морскую, для тех, у кого нет доступа к речке, или он не умеет вообще рыбачить, не знает, где взять, пожалуйста, он треску может взять, филе трески, смешать с моим секретным ингредиентом. Пока еще секретный, да? Добавить, может быть, свой секретный ингредиент, и получится у него отличный рыбный фарш. Ну вот, вся перечисленная вами рыба, она белая и достаточно сухая. То есть котлеты-то не получатся у нас сухие в итоге? Нет. А как это нет? Что ж мы с ними сделаем такого, что будет нет? А мы их обваляем в яйце, в панировке, и будем их буквально просто до корочки поджаривать. А, точно. Преимущество этой белой рыбы в том, что она быстро готовится. Есть вариации приготовления котлеты обжарить до корочки, до хрустящей, и довести до готовности буквально в течение 5-7 минут в духовке. Начинка у нас будет готовая. Грибы мы же сейчас доварим, потом их будем обжаривать на растительном масле вместе с луком и чесночком. Котлеты становятся все лучше и лучше. Естественно, как бы за начинку мы вообще не переживаем в плане того, что она приготовится или нет. Нам важна сама рыба. Все, так, я вот вам заботливо приготовила мишанину из хлеба. Там в глазах было остаться влага, я ее не вижу. Ну, хорошо, будет сочнее. Ну, могу, умею, практикую. Настя, чистые руки. Да. Пожалуйста, поперчи фарш. Я продолжу. Так, в каком количестве? Хватит. А здесь смесь перцев принципиально? Не принципиально. Можно черный простой перец с душистым горошком, можно молотый перец, кто как любит, чили перец. Я люблю смесь перцев, поэтому делаю так. Так, добавляем сливочное масло, мягкое. Ну, комнатной температуры, да, получается? Заранее достаем? Да. Заранее достаем. Ну, грамм 40-50 масла на такое количество фарша. Так, у нас пока фарш не совсем фарш такой. Он не совсем фарш. Почему? Ну, потому что мы сейчас вмешиваем руками ингредиенты, а потом всю эту массу повторно пропускаем через мясорубку. А, то есть это как такой секретик у вас прям даже в приготовлении. Нет, это не секретик. Секретик, вот. Мы добавляем куриный фарш. В рыбный фарш? В рыбный фарш. В рыбный, да, добавляем буквально, ну, сколько тут, одна четвертая от количества рыбного фарша, да, одна четвертая будет куриная. Вот такое я вижу впервые, надо сказать, надо отметить. Ой, правда фарш такой прям однородный стал, мягкий. И грибы сварили. Да, и грибы сварили. Вот, их надо теперь мелко кубиком порезать. Хорошо. А вы что будете делать? А я отобью, я отдыхать не буду, не дам отдохнуть фаршу. Таким образом насыть его кислородом хочу. Чтобы котлетки были пышненькие, такие хорошие. Отлично. А вы нас считаете грибы кислородом? Хорошо. А грибы мы принципиально какие-то определенные используем? Или тоже это не особенно важно, что растет на огороде соседнем? Да, кто какие грибы любит. Если люди не могут переносить там по своим каким-то особенностям грибы лесные, пожалуйста, можете вешенки магазинные туда, шампиньоны можете туда делать. Можно делать маринованные грибы. Я думаю, белые, соленые там или грузди тоже пойдут. Но наши в каком-то смысле получаются даже не совсем котлеты, а зразы. Зразы, как будто бы. Да, да. Тельные зразы. Да, да, да. Очень часто дети не любят грибы. А у вас их аж четыре ступика детей. А у меня, да, и из четырех, получается, один любит, остальные нет. Это значит что? Значит, один голодный. Один к четырем, значит, да? 25% детей любят грибы, а 75% нет. Ну, да. Значит, четверо голодных, трое голодных, один сытый или как? Нет. Или отдельно готовите? Рыбу любят все. Даже сырую рыбу едят. Я когда приезжаю с командировки, привожу с собой с севера благородные породы рыб. И у меня с удовольствием вся семья кушает прям сырую рыбу. Чуть-чуть подсаливают. Так, мы, получается, обжариваем просто до золотистой корочки лук и добавляем грибы. И все. И, собственно говоря, готово. Да. Так, у нас готовы все полуфабрикаты. Что мы делаем далее? У нас получился... Появились... Панировочные сухари. Да, это я заметила. Панировочные сухари появились в кадре. И взбиваем пару яиц, чтобы обмакнуть готовую котлетку. Яйцо, сухарик и ждет сковородочки. Отлично. Я вам помогу в этом непростом деле? Нет, я сам. А вы, Настя, порежьте всю зелень вот в эту мисочку. Мы будем делать салат. А если я очень сильно хочу сделать котлету, хотя бы одну для себя? Пожалуйста. Одну хотя, да? Можно. Давай, говорите мне, как, что нужно. Масло это не для того, чтобы руки обмакнуть? Это для того, чтобы руки обмакнуть. Конечно. Иначе фарш будет прилипать. А повара не обмануть. Помню, просто такая технология как раз-таки для того, чтобы фарш легко отлипал от рук. Так достаточно? То есть мы берем около, наверное, 70 граммов. Да, да, мы лепешечку сантиметр толщиной, с углублением посерединке. Я начиночку... Мне можно побольше. Потому что это грибы. А, вы же для себя делаете. Это для меня, да. Там же лук, да, да, грибы. Так это то, что я люблю. Так, и слепливаем как вареник, да, грубо говоря. Да, как вареник залепляем. Все. Теперь венечко. Так, заразина готова. Сейчас, видите, я тут залеплю дырочку с краешку. Податливый фарш, да? Да, он очень мягкий. Можно человечков лепить снеговичков, кого хочется. Фаршированный снеговик. Ну, прям на самом деле получается такая очень мягкая консистенция, как пластилин. Так, яйцо. Да. Яйцо, сухарик. Яйцо, сухарик. И все. Все. И на досочку. На доска. Так, все. Это моя. Да, я теперь по образцу буду так же продолжать. Вот чтобы один в один все остальные. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы купили слишком много хлеба и не успеваете его съесть, просто оберните его в пищевую пленку и уберите в морозильную камеру. За полчаса до обеда подержите его в духовке при температуре 200 градусов в течение пяти минут до образования хрустящей корочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот всегда свежий хлеб к вашему столу. Чеснок, лук и рыба имеют самые стойкие, а главное резкие ароматы. Как, например, избавиться от запаха лука на руках при его нарезке? Есть, конечно, стопроцентный вариант – это лимон. Но если по каким-то причинам его не оказалось в холодильнике, вам на помощь придет сахар. Просто возьмите чайную ложку сахара, разотрите в руках и хорошо смойте водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сахар не только нейтрализует неприятный запах, но и сделает ваши руки особенно нежными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой аромат идет от котлет, главное, от куриных, а от рыбных не очень. Так, мы, получается, просто зеленью, которую нарезали и посыпаем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдавливаю сюда чесночок, один зубчик. Подсаливаем, заправляем сметаной, хорошенько все перемешиваем. И только потом сверху, начиная с картошечки от центра, и вот так вот на периферию по котлеткам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы как будто изучили мои вкусовые предпочтения, потому что лук, чеснок – это то, перед чем я устоять не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это же самый мощный афронезиак. И лук, и чеснок, и рыбно-куриная котлета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выкладываем, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перешил ложить еще? Доедать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОЕДАЙТЬ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не терпится уже попробовать котлетки с курочкой. Так, а какая моя? Моя вот эта вот, которая поизящнее, да? Да, она и была самая первая. Вот, ну давайте. Смотрите, какая зразина внутри. Какая зразина. Сколько начиночки. Прямо так жирненько. Сколько раз их делала, так красиво перлит. Потому что я делала, это моя. Потому что вы свою разрежьте, она не такая красивая будет. Вот видите? Я же сказала. Нет, 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 я вот эту вот часть возьму. Так, ну. Пробуем как положено, намазав шалатиком. Да, закусив картошечкой. Очень вкусно. Совершенно не сухо. При этом, при всем. Я не чувствую ярко выраженного вкуса как раз-таки рыбы. Возможно, потому что перебиваются грибами. Я не понимаю, для меня это достаточно сложное сочетание. Но получилось действительно очень вкусно, сочно и насыщенно. Осталось только добавить этот рецепт в нашу кулинарную книгу. Вам, Александр, огромное спасибо за рецепт. Пожалуйста. Разделываем рыбу, готовим из нее фарш, прокручиваем его дважды. Во втором заходе добавляем батон, предварительно вымоченный в сливках. Яйцо, соль, перец, ну и, конечно же, секретный ингредиент – куриный фарш. Отбиваем полученную массу для того, чтобы насытить кислородом. И готово. Для начинки нам понадобятся грибы. Их нужно отварить, порезать и обжарить вместе с луком. Можно использовать любые грибы, которые вы любите. Переходим к основному действию. Формируем котлеты. Затем нужно обвалять их в яйце и в панировочных сухарях. Обжариваем котлеты на сковороде. Теперь отвариваем картофель. Нарезаем много зелени, лук, петрушка, укроп. Заправляем сметаной и солью. Выкладываем полученную массу на отваренный картофель и пробуем. Выглядит очень аппетитно. Скорее всего, за стол. Итак, Жан, котлетки с судаком. Как вам такое сочетание? По-домашнему. По-сибирски, можно сказать? Да. Кстати, в этих котлетках внутри были грибы. То есть они были фаршированы грибами. Можно ли сказать, что это сразы? Ну, не знаю. Солянка сборная. Ну, как бы, что было, то и добавили. Ну, справедливость ради, хочу сказать, что это была очень вкусная солянка. Мне на самом деле понравилась. Несмотря на то, что я не люблю рыбные котлеты. Единственное, у меня возник вопрос, для чего мы добавляли к рыбному фаршу куриный фарш. То есть какая его функция была, если и один, и второй достаточно сухие? Ну, я думаю, что тут больше было добавлено для того, что рыба белая все-таки нежная, такая консистенция у нее мягкая, а куриный фарш, наверное, добавили, чтобы более плотная консистенция стала и чтобы можно было уже сформовать котлетку и пожарить. Ну, я предполагаю, только из-за этого. А вообще судак как таковой пользуется ли популярностью на вашем уровне? У нас есть замечательное блюдо, судак с палтусом подкопченным. Опять же, мы палтус подкопчиваем, чтобы аромат был нашего копчения, раз у нас заведение, наш ресторан-дача, больше со смокером работаем, это как раз-таки копчение. И мы коптим там и рыбу, и получается, что у нас судак с палтусом, с овощами в мешочке, он у нас запекается и подается со сливочным соусом. Замечательное вкусное, сочное блюдо. Вот рекомендую попробовать обязательно прийти к нам в ресторан. А не боитесь ли вы, что эти котлетки с судаком могут вытеснить ваш судак, запеченный в смокере? Ну, это все равно разные блюда. То есть тут как бы котлеты, они, как вы сказали, с грибами, а там с овощами, то есть это разные направления. И там у нас рыба, она не фарш, а кусочки, поэтому тут немножко по-разному, поэтому оно может быть на одном уровне с нашим блюдом, стоять как бы в продажах, в лидерах, например. А на самом деле мне это блюдо очень понравилось, таким, какое оно есть, непосредственно приготовленное нашим гостем, но мне было бы интересно, как его сможете обыграть вы. Поэтому я буду ждать вашего решения и результата. Очередная серия нашей кулинарной программы подошла к концу. Я надеюсь, вы изрядно нагуляли аппетит перед ужином, ведь наверняка вы знаете, что лучшая приправа к пище – это голод. С вами была Анастасия Семянова и это «Сибирский шеф». Анастасия Семянова и это «Сибирский шеф».